Всем привет, я Антон Каленик, я белорус, я еще и шеф-повар, я продвигаю нашу любимую и красивую страну по всему миру. Если говорим вообще о самом начале, то это бабушка, которая показала одно блюдо, я его сжег там бесчеловечно, в печи оно сгорело, и вот с этого все началось, и началось там какие-то мамины рецепты, половина всего, даже большая часть мусорку, блины, вафельницы пекли там с братом, ну, был такой, да, потом был, ПТУ называлось тогда, это сейчас колледж, модное название, да, раньше было ПТУ номер 221 кулинарии, и то, в которое не взяли в первого раза, ну, вот я пришел, мне говорят, молодой человек, у вас такой классный аттестат, бегите куда-нибудь там в институт, да, там куда-нибудь в техникум, я говорю, да я не хочу, я хочу к вам, и меня не взяли, а на завтра пришел, уже была дорогая, была, конечно, первая комиссия, и вот, и вот все свершилось, да, там дают, самое важное, это база, есть, есть что-то устаревшее на взгляд учеников, что, боже мой, зачем нам это надо, это вообще там уже Советский Союз, да, как они все называют, а ведь все циклично, оно все приходит, и все это потом становится нужно, моя первая работа, что я делал, у меня была повар Галина, она мне обучала, если она слышит, ей огромный привет, я распространировал сметану, это была моя первая работа, что я делал, ну, вне училища, да, такая прям уже, сметану по весам, по 100 грамм, стаканчик, да, потом, потом уже было больше, мы там чистили картошку, там, ваннами, да, там все было, ну, было все, ведь даже если есть аппарат для чистки картофель, все равно нужно глазки вырезать, да, поэтому остаются практиканты, и потом уже был второй курс, и я уже попросил мастера, что я хочу куда-нибудь уже, ну, в ресторан хочу какой-нибудь попасть, да, мне интересно, и я, я, наверное, три месяца, я сидел просто на мойке и чистил кальмаров, каждый день, я приходил, я даже, ну, в кухню только заходил, поздоровался, приходил, мне стали кальмары, я сидел их с одной водички в другую, да, там, почистил и в другую, да, вот этот, 60 килограмм в день, мне говорят, все, свободен, спасибо, молодец, обедай и домой. Ехал в метро, ну, было забавно, ты ешь в метро, и ты как будто, ну, едешь с рыбалки, сразу места освобождаются в метро, да, для тебя, ну, это было весело, забавно, ну, а потом, ну, я уже постепенно, постепенно, да, когда у нас пошла уже такая плотная практика, меня поставили кулинаром, я работал в холодном цеху, я делал салаты, соуса, что-то мариновал, закуски, в 99-м году мне предложили в этой же компании обучиться суши, нас учили японцы, это было очень классное время, интересный опыт, со слезами на глазах в какие-то дни, да, потому что там только рис ты плотно разложил, там, ты получал сразу по пальцам, такими тонкими розгами, ну, там были нюансы, но это было все равно интересно, и я понял, что все, ну, пора уже саму куда-то идти учиться, и начал искать, и остался на Академии в Италии, во время такого познания, окунания во все, да, и когда у нас были выходные, там, с свободы с Академией в Академии, ты мог быть, остаться в гостинице, да, ну, в общежитии, ну, просто гулять, путешествовать, делать, что хочешь, но были варианты бесплатно, где-то поработать, это были не только рестораны, мы собирали виноград, да, собирали перчики, варили вино, работали на сырных заводах, на винных заводах, ну, конечно, в ресторанах, конечно, да, там, с рыбаками ходили в море, там, помогали мне вот тянуть, это круто, потому что ты начинаешь понимать, осознавать все мелочи, какой-то вот тонкости каждого дела, да, как рыба дарма свежая, почему ее вкус меняется, там, через день, ты все это начинаешь осознавать, понимать из себя, твои знания просто увеличиваются в генетической прогрессии. Я закончил Академию с отличием, потом через два года еще подтверждал свое образование, это было нужно, чтобы закрепить знания. В 2013 году мне захотелось еще больше поучиться, и я получил возможность, это прямо как послание свыше, меня пригласили учиться во Франции, в первом коротком курсе для русскоязычных поваров в Академии Поля Бакюза. Я не знал, на сколько, я не знал, какая сумма денег нужна на это обучение, я сказал, да, я хочу. И так получалось, что обучение начиналось через 4 дня, уже в Лионе надо было быть, и билетов не было. Я принял решение ехать на машине, я собрал вещи, сел в машину и поехал в Лион. Вообще, очень-очень давно меня пригласили сняться в таком фильме, который называется «Картофель». Его снимала голландская телевидение вместе с BBC и голландским поваром. Это был, наверное, год 2011, возможно, 2010, потому что очень давно. И тогда я попал на кухню документального фильма, да, и мы снимали по всей Белоруссии, ездили в нашу академию картофелеводства, потом они ездили к моей бабушке, копали картошку под коня, там, как раз в этот период. Потом мы снимали в лесу, когда мы грибы собираем, потому что для них это все очень дико и в новинку, да, потому что у нас можно пойти просто в лес и грибы собрать. Блита настоящая, да, продукты все настоящие, они готовят по-настоящему, да, время идет по-настоящему, чтобы все было как дома, ну, кроме времени, потому что мы дома готовим, как мы захотим, как нам удобно, а тут у нас такой, чуть есть соревновательный такой дух, но было важно, чтобы в этом проекте все было живое, по-настоящему и, ну, как говорят в Белоруссии, с любовью, да, чтобы все было с душой, все умеют готовить, но главное, чтобы когда ты пришел к плите, ты был с настроением, вот настроение, ну, любовь, да, надо работать обязательно, потому что без нее будет невкусно, ты отдашь не ту энергию блюду, и оно такое же получится, с плохой энергией оно будет, ну, просто еда, да. Я, конечно, за то, чтобы мы, когда кушаем, мы за словом общались, не сидели в телефоне, да, и просто вот что-то поглощали и не думая, что мы едим, да. Один из слоганов слоу-фуда – это медленная еда, думай, что ты ешь, да, чтобы люди задумывались, откуда эта еда, да, откуда эти продукты, как они растут, интересовались, ведь это тоже все интересно, это другой мир, и поначалу кажется, что там совсем не интересно, что там может быть нового, а когда ты в него окунаешься, то ты понимаешь, что там столько есть нюансов, идей, и вот как для шеф-повара это все нужно знать, потому что ты понимаешь, как рост этот кабачок, да, как он растет, какие у него этапы роста, там, или помидор, и ты понимаешь, что ты можешь сделать из него на разных стадиях его созревания. Это тоже интересно, и можно об этом гостям рассказывать. В слоу-фуде я уже очень давно, я в слоу-фуде с 2008 года, но так получилось, что я учился в Италии, и там работал, и я был в итальянском слоу-фуде, ну, от Италии, я тоже принимал участие в Тарамадро-фестивале, который проходит каждые два года, и только в 2018 году, мне уже, ну, я в 2016 году, в 2014-20-м ездил от Италии, да, хотя я являюсь белорусом, я уже жил, я работал в Минске, и в 2018 году Вика мне позвонил, говорит, Антон, ну, ты же белорус, говорю, белорус, может, за Беларусь? Я только за, но меня никто никогда не приглашал, хотя мы же общаемся на выставке, да, я только за, и вот она меня пригласила приехать в Беларусь, у нас был классный стенд, мы туда готовили, рассказывали, и, ну, этим надо жить. Слоу-фуд — это такая часть жизни, это не просто раз в два года мы встречаемся, и все, да, уезжаем, и опять свои проблемы, там, свои какие-то там дела, окунаемся, нет, мы все равно общаемся. В Альянсе поваров мы общаемся с поварами со всего мира, да, мы что-то друг другу рассказываем, показываем, у нас есть свои съезды Альянса, где мы готовим что-то национальное, что-то старое, что-то новое, делимся опытом, взять вот из такого, из последнего, что мне очень понравилось, и эту идею я обязательно где-нибудь применю, применю — это ребята из Перу готовили жареные цветки фасоли. У нас такое точно никто не ест, но по вкусу он подходит под вкус белорусов, то бишь я уверен, что нашим людям это очень понравится, это очень вкусно, и даже есть идея, с чем это можно подать, ну, это класс. Цель моя в том, чтобы про нашу маленькую-маленькую Беларусь узнала как можно больше людей, да, чтобы они понимали, что есть такая классная, очень красивая, добрая храна, которая находится в центре Европы, которая является мостом между большой Россией и Евросоюзом, и здесь тоже вот классные люди, они очень красивые, они душевные, они добрые, отзывчивые и готовы на контакт. А еще у нас очень есть вкусная кухня наша, национальная, которой можно делиться, что мы сделали на Тарамадре, когда мы приготовили в первый день на презентации континентов, я презентовал наш континент, Европу, я сделал наши сырники, и сырники настолько всем понравились, что про них говорили, все Тарамадре, да, весь Турин об этом говорил, и когда нас пригласили на площадь возле старого парламента Италии, ведь Турин как-то был столицей, и ресторанчик, классные летние террасы, там еще было тепло, и мы сделали драники, и нам говорят, ребят, мы слышали, что вы готовили что-то невероятно крутое из творога, можете приготовить? Ну, конечно, у них творога не было, да, мы взяли рикотту, отдаленно, похоже на творог, сделали сырники из рикотты, да, мы чуть поменяли рецепт, мы добавили в них муки, потому что сами сырники изначально, которые делали мы, мы делали без муки, по национальному рецепту, мы даже их запекали в печи, которая на газу, и она максимально передает те температуры и вкусы, как у бабушки вот в этой русской печи на дровах. Мы сделали сырники, мы угостили гостей, и всем очень понравилось. А в самом начале Тарамадра мы говорили, что наши сырники должны объединить как минимум 120 тонн мира, и так произошло. Первый стереотип, сообщение о том, что зачем тебе это надо, это же тяжелый труд, это же как шахтер, да там вообще не будет заработка, да там это будут больные ноги и больная спина, ну, было масса, а я сегодня говорил, ребята, почему вот через забор, да, могут, и шеф-повара известные, да, я не представляю свою сторону по всему миру, а у нас здесь почему-то такие стереотипы, надо их менять. И слава богу, что вот я честно скажу, вот я учился в 97-м году, да, и вот за это время поменялся стереотип. Люди хотят идти в эту профессию. Да, она тяжелая, да, отваливается много людей, которые уже не только вот они мечтают быть поварами, и все это кажется так весело, так душевно, так воздушно, но когда сталкиваются с реальностью, это хорошая такая сложная работа, да, это работа, к минимум, в теплом помещении, иногда в очень теплом помещении, да, иногда ты из жары попадаешь в холод, опять в жарусь, ты загляешь в холодильную камеру, что-то взять, да, ну, там, словно, в ней там плюс 4, а на кухне, может быть, плюс 40, ну, кто-то, кто-то ломается, кому-то это все сложно, и меняют другую профессию, но кто-то остается и идет дальше. Это, ну, все равно это классная профессия, так же, как мужчина лучше массажист, чем женщина, потому что у мужчин больше рецепторов, как на кончиков пальца, так и ворсу. Поэтому он может более сильно раскрывать свой вкус. Ну, если повар покурил сигарету, да, то 3 часа у него половина септоров, они обездвижены, скажем, да, они не работают, поэтому, ну, и это же касается и частого принятия алкоголя, это все нельзя. В этой профессии, если ты хочешь вот прям что-то создать, да, создаться во вкусе, то табак это вообще не туда, это не про поваров. На самом деле повара, они в основном все всеядные, но есть продукты, которые я вот прям не ем, да, вот с детства это прям такой, мне это ужас. Зеленые маринонные помидоры такие, раньше были такие, они прям кошмар. Бочковые огурцы, которые плавают в белом таком рассоле, который уже такой скист 55 раз. И переквашенная, прям супер кислая капуста, я вот это не мое вообще. Я такой даже вот, ну, даже не пробую. Это такой сетип с детства, да, когда, я помню, в школе приходишь на обед, это какая-нибудь котлета, пюре, и этот помидор идет на пюре, и все, и все пюре уже кислое, уже не хочется уже что-то есть. И поэтому я стараюсь так, как воспоминание. И стараюсь в жизни делать так, чтобы гость, ты ставишь себя на место гостя. И ему было удобно это есть, он понимал в этой идее, поэтому я всегда больше склиняюсь к кухне итальянской, потому что она ближе к нашей белорусской по одной тематике. Ты ешь блюдо, которое ты заказал. Ты заказал драники у нас, да, ты ешь яркий вкус картофеля должен быть, да. Ты ешь там оленину, это наша еда, да, у нас в лесу их очень много. У тебя вкус оленины должен быть, да, ну, яркий вкус. Это первая скрипка в вашем блюде. В Италии так же, ты ешь рыбу, у тебя вкус рыбы, да, ешь пасту, чем ты ешь, это такой вкус. А, например, Франция, это кухонная соуса. Там на первом месте стоит вкус соуса. Это вот прям там, это залог. В Шанхае проходит с 5 по 11 ноября. Самая большая выставка в мире называется «Импорт Китай». Все страны, которые импортируют что-либо в Китай, они обязаны быть. Ну, это политическая такая штука. Ее открывает лично Синь Цзиньпинь, там приезжают многие президенты, премьер-министры. И в прошлом году меня пригласили на эту выставку поработать у нас на стендах, на стенде Белоруссии в качестве того, кто будет делать всякие дегустационные сеты, дисциплинарные дегустации. И я там работал три дня. Это были самые важные три дня этой выставки. И мы собирали такие толпы людей на дегустации. Мы делали наши белорусские, мы делали пончики творожные, мы делали драники, мы там жарили сыр в беконе, который поставят наши молочные заводы. Делали блинчики. Ну, масса всего очень простого, такого домашней еды нашей белорусской. И мы собирали толпу людей. Не только китайцев, но и тех, кто там работал на стендах. Там были итальянцы, и французы, которые к нам приходили, и австралийцы, и Южная Америка. Многие страны и всем очень нравилось. Они говорили, что она для вас такая домашняя еда ваша, такая вот ваша белорусская, она такая классная. Расспрашивали. Были люди, кто спрашивал, а где находится Беларусь, честно. Говорили, что в центре Европы. И они даже не понимают, ну, как принять, никто не знает. И за эти дни, что я работал на стенде, авиаторы выставки нам дали такое звание, самый посещаемый стенд. Потому что у нас было всегда очень много людей. Мы в день делали дирекционных сетов около 5-7 тысяч порций. И с каждым днем мы докупали стаканчики, потому что нужно было еще больше. Это было классно. А в этом году мы уже едем, я уже еду на все дни. Эта же выставка, эти же даты, я уже еду на все дни выставки. У меня уже будет такая уже прям почти профессиональная кухня, где мы сможем еще сделать сильнее и больше. И я уверен, мы это звание наше подтвердим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!